Всем привет, я Дмитрий Рогачёв. Этот ноябрь выдался очень успешным для моего канала на Ютубе, и вы видели, что я наконец-то закончил видео о втором московском центральном диаметре, а также сделал ещё несколько видеороликов, в которых я рассказал и о Финляндии, и о самых разных местах, а также некоторое время назад вы узнали, что во время съёмок, в то время, когда я еду на места съёмок, когда я возвращаюсь и в целом в транспорте, я чаще всего читаю. Поэтому сегодня я вам расскажу, что же я прочитал в этом ноябре, и, возможно, в наступающем декабре, и во всю зиму вы сможете спокойно прочитать эти книжки, точно так же добираясь куда-то с дома на работу, на отдых, или просто отправляясь куда-то ещё в то время, когда другие люди будут сидеть в телефоне, зависать в инстаграме, или просто лайкать какие-нибудь посты в других социальных сетях. Первой книгой ноября стало «Медное королевство» от Шеннен Чикроборти. Это вторая часть трилогии Девабада, но так как вы на моём канале и про первую часть не слышали, я вам расскажу поподробнее. История началась в книге «Латунный город», где главная героиня по имени Нары живёт, или скорее выживает, в не очень хороших условиях карьера. Она умеет лечить и умеет делать вид, что лечит. А люди в медицине не сильны, поэтому не всегда понимали, что к чему. Во время одного из таких лечений она случайно призывает джинна по имени Дарри, произнестя слова, смысл которых полностью не понимала. От него она узнаёт, что место таким уникальным девушкам на востоке в городе под названием Девабад. По нашей географии это где-то в Иране, а в подобном мире – в Персии. И в этот момент вы можете полностью погрузиться в мир, навеянный знаменитыми арабскими сказками Тысячи одной ночи, а для любителей игр лучшим ориентиром станет принц Персии. В самой Персии, точнее в Дарвабаде, главным героем становится сын короля, принц Ализейд, или просто Али. А на пути Нары вполне классические события. То враги неожиданные, то путешествие на ковре и самолёте. Вряд ли в начале книги вы будете сомневаться, что путь героини лежит на восток, и она туда доберётся. Самые интересные – сами приключения, признание существования магии и редкие возможности на самом высоком уровне Девабада, до которого люди с её вроде бы уличным происхождением просто так не дотянутся. Вторая книга уже рассказывает о становлении героини и тоже сначала воспринимается как классическая сказка в арабских декорациях. Но под всей этой историей друзей и врагов этого магического города скрыта очень современная и очень ценная история. Это противостояние различных народов, которые враждуют уже много поколений, потому что их предки тоже не дружили. А если задать вопрос «почему всё так?», вряд ли кто-то сможет ответить. Издания очень приятные. Чёрный форзац первой книги, синий – второй. В обеих есть карты, но расположены они на первых страницах, что для меня не особо удобно. Уж есть у меня привычка смотреть именно на форзац. Здесь же есть список действующих лиц и глоссарий. В первой книге 500 страниц, во второй ещё 600. Подумайте, это может быть очень хорошим подарком на Новый год, ведь остался всего месяц. Второй книгой был самый главный приз Вадима Панова из цикла «Тайный город». Это вроде бы серьёзный бренд на российском рынке фантастики, с большой историей и даже сериалом. Правда, он был не очень. Чтобы полностью объяснить вам отношение к этой книге, я расскажу маленькую историю. Когда-то давно я познакомился с двумя книгами серии. Они были то ли восьмая и девятая, то ли девятая и десятая. Я не получил удовольствия от них, потому что не всё понял. Через год-другой я начал знакомиться с «Тайным городом» с самого начала, и это было прекрасно. Под этими мягкими обложками с оформлением в духе женских детективов скрывались прекрасные книги, которые я и сейчас рекомендую. Было очень много интересного. Были сборники рассказов от участников конкурсов. А потом были другие серии от писателя, и «Тайный город» ушёл куда-то в межавторские проекты. Десяток книг вышло вроде как в соавторстве. Сколько там Панова, а сколько других, судить не берусь. Но сейчас, когда Панов снова пишет сам, у меня очень странные ощущения. Здесь первый князь Нави ярко постепенно увеличивает своё могущество. В Зелёном доме никак не пройдут выборы. Красные шапки снова пытаются быть на передовой прогресса, но их коллега с тренингами личностного роста слишком выбивается из обычного уклада жизни, за что ей сгоняется. Артём в печали после смерти Инги. Яна тоже погибла. Картес куда-то девается. На горизонте Дагни. А теперь, внимание, вопрос. Вы поняли, о чём я? Если да, эта книга для вас. Если нет, то вам сначала стоит изучить список из трёх десятков произведений в их хронологической последовательности. Тайный город был очень популярен и имеет очень много читателей. Этим объясняются и хорошие тиражи, и регулярный выход книг. Но мне очень хочется, чтобы история подавалась глубже и с подробностями о прошлом. Это не потребует перезапуска серии, это просто станет новой главой этого мира. А на старой пора бы поставить точку. Тогда я смогу порекомендовать эту книгу каждому. А пока это как в сериалах. Третий сезон, 34-я серия, и начинать отсюда точно не стоит. Вернор Виндж, известный зарубежный автор, чьи книги уже издавались в России. Это издание книги «Конец радуг» новое, от Фанзон. Сразу стоит сделать оговорку, что книга была написана в 2006 году, а события происходят в 2025. Это не самый далекий взгляд в будущее, не всё произошло именно так, но для нового читателя, такого как я, стоит делать небольшую оглядку. В отличие от других переизданий, которые можно найти в магазинах, эта книга при всей своей научной фантастической составляющей больше воспринимается как социальная. Вы это поймёте даже по аннотации. Главный герой – поэт и профессор Роберт Гу, у которого была болезнь Альцгеймера. В его жизни наступает момент, когда он теряет и то, и другое. Жизнь становится другой, а вокруг уже более продвинутые общества. И вот про общество эта книга и написана. Сказать, что она мне очень понравилась, я не смогу. Это произведение я бы отнёс к числу интересных, но не особо массовых. Может быть из-за имени писателя, может быть из-за публикации больше 10 лет назад, но у неё уже очень много хороших оценок. 7 из 10 – это было бы для меня самым правильным решением, как оценить эту книгу. Четвёртую книгу я ещё не дочитал до конца, она у меня с собой, но, честно говоря, я уже прочитал больше двух третей, и у меня сформировалось очень неожиданное мнение о ней. Книги Стивена Эриксона я очень много раз видел в наших книжных. Всё это одна большая история. Малозанская книга «Павших» издаётся в России с большим опозданием, а новинка с необычным названием «Радость, словно нож у сердца» была написана всего год назад. Она же стала моей первой книгой и этого автора. Очень странное ощущение. Творческие люди поймут. У писателей, поэтов, художников, музыкантов и всех остальных иногда бывают свои большие конвенты, есть большие группы по интересам, встречи единомышленников. На встречах и между собой не могут написать что-то друг про друга или друг для друга. Иногда подшутить в тексте, иногда обыграть события в песне. Эта книга выглядит на первый взгляд как произведение от писателя-фантаста для писателей-фантастов. Главную героиню зовут Саманта Август. Как раз она и есть, писатель-фантаст. И её похищают пришельцы. Причём всё это выглядит как история из прошлого. В небе появляется летающая тарелка, луч света спускается с небес и забирает человека. Там на тарелке с ней общается искусственный интеллект, желающий спасти биоту на планете. Постепенно появляются невидимые стены, не пропускающие людей на определённые территории. Позже мир перестаёт быть жестоким, потому что любое насилие становится невозможным. Это выглядит как специфический взгляд на разные виды фантастики. Даже шутка про то, что кое-кто перечитал много плохой фантастики, в тексте присутствует. А набор героев просто сказка. Кроме писателя-фантаста, среди списка персонажей есть президенты США и России, лидеры Китая и Канады, и даже блогер-адепт теории заговора и ватиканский кардинал. Это выглядит немного нелепо со стороны, но читается очень интересно и в меру забавно. Обязательно дочитаю до конца. Если это мнение изменится, я расскажу вам об этом в одном из следующих видео. Ну а пока на сегодня всё. Спасибо за внимание. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие крупные книжки стоит взять куда-нибудь на новогодние праздники, чтобы я мог спокойно в выходные дни почитать что-то большое, что-то интересное и что-то такое, во что действительно хочется погружаться. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok